Это программа «Израиль за неделю». Каждую субботу я, Евгений Савай, и мои коллеги рассказываем вам о главных событиях минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. Добрый вечер. Во время штурма самолета погиб подполковник Йони Нетаньягу, брат нынешнего премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньягу. А в 1981 году по плану Ицхака Хофи Израиль уничтожил атомный реактор Осирак в Багдаде, таким образом устранив угрозу, исходящую от Саддама Хусейна. Мы верим, что там, на небесах, ты наконец-то нашел место, где тебе не нужно будет воевать. Такими словами с Ицхаком Хофи попрощалась его внучка Лерон. Ицхак Хофи – настоящая легенда Израиля. А сегодня в нашей программе. Итоги уходящего еврейского года подводят в эксклюзивном интервью телеканалу RTVI глава Израильского парламента Юлий Эдельштейн. Как парень из Одессы стал летчиком израильских ВВС. Эксклюзив нашей программы. Израиль и Беларусь отменяют визовый режим. Какие перспективы открываются для белорусских и израильских предпринимателей? Об этом в нашей программе. Что искал в Израиле известный голливудский режиссер и нашел ли в программе «Израиль за неделю» Тимур Бекмамбетов? Минувшая неделя в Израиле прошла под знаком политического кризиса. Спорили и ругались между собой едва ли не все коллекционные партнеры. Накануне праздников, которые наступят уже на следующей неделе, многие израильские политики заговорили о возможности досрочных выборов. Причина кризиса – разногласия по бюджету. Однако спикер Кнессета, выходец из бывшего Советского Союза, известный в прошлом диссидент Юлий Эдельштейн, называет этот кризис «позиционной игрой». По его словам, израильтяне, как правило, наказывают ту партию, которая своими действиями приводит к досрочным выборам. Особо отмечу, что Юлий Эдельштейн редко дает интервью, однако для телеканала РТВА он сделал исключение. Спикер Кнессета, Юлий Эдельштейн, добрый вечер. Добрый вечер. Юлий, на следующей неделе не только израильтяне, но и евреи всего мира отмечают праздник Роша-Шана, еврейский Новый Год. Это хороший повод подвести итог. На ваш взгляд, каким этот год был? Так как одно из последних событий уходящего еврейского года – это, конечно же, операция, военная операция в Азии, то, я думаю, любой израильтянин скажет, что год был непростым. Он был непростым не только с точки зрения военной, потому что мы-то привыкли к победам над армией врага. Когда речь идет о террористических организациях, такой победы, когда ты поднимаешь флаг и говоришь, что их больше нет, никто нигде не смог достичь. Но есть и другие сложные моменты, когда все лето дети, вместо того, чтобы плавать в бассейнах, ездить в летние лагеря или купаться в море, проводят большую часть времени в бомбоубежищах. Это тоже, конечно же, влияет ничуть не меньше, чем военная операция. Но при этом, и это как раз очень подходящее, можно сказать, в преддверии еврейского Нового года, он немножко отличается от нашего традиционного с елочкой и шампанским, это время таких размышлений, именно подведения итогов, планов на будущий год. Я думаю, как и всегда в нашей жизни все параллельно, во время этих нескольких и тяжелых недель были и вещи, которые почти забыты иногда, у нас, как у евреев, у нас, как у израильтян, чувство такого действительно единства. Не то, что люди все стали одинаковые, не то, что исчезли разногласия, но самый знаменитый пример, конечно, это когда погиб солдат, который был определен как солдат-одиночка. Он приехал из Америки в Израиль служить в армии. И кто-то написал на фейсбуке, что, видимо, не будет миньяна, не будет десяти евреев на похоронах, и чтобы пришли люди, пришло 20 тысяч человек. Это было в Хайфе. Когда об этом стало известно в преддверии других похорон в Иерусалиме, пришло 30 тысяч человек. То есть, как бы вот такое особое чувство. И поэтому, как, наверное, на протяжении всей нашей многотысячелетней истории, чувство смешанное. Были трудности, были проблемы. Сейчас у нас в этом здании, где мы с вами разговариваем, здание израильского кнеста, начнутся бюджетные, естественно, дебаты. Армия будет требовать, чтобы восстановили весь ее военный потенциал. Гражданское общество будет говорить со всем уважением к армии. Мы тоже часть безопасности Израиля. И в преддверии всех этих дебатов, я надеюсь, что мы сумеем найти такой же верный тон. С одной стороны, трудности, задачи, такие челленджи, то, что называется. С другой стороны, чувство, что мы все здесь вместе. Скажите, а почему, на ваш взгляд, израильтяне задаются этим вопросом? Кто победил в последней операции в секторе газа? Это очень естественно, именно потому, что я уже сказал, над террористами победу никому не удалось до конца одержать. Ни Соединенным Штатам, ни России, ни Китаю, ни одной стране, которая там, каждая из них, те, кто лучше меня знает математику, могут посчитать, во сколько раз каждая из них больше Израиля. Но здесь эта борьба постоянная. Ты не можешь их выкорчевать. И мы сами видим, ну, побили Эль-Кайду. Бен Ладена, слава богу, отправили уже в другой мир американцы. Тут же возникает какой-то Айсис, который оказывается еще страшнее Эль-Кайды под разными видами. Другие какие-то исламские организации существуют. То есть, здесь, мне кажется, что это вполне понятный и легитимный вопрос, но у меня на него есть ответ. Я думаю, что мы победили, потому что ожидать, что Хамас исчезнет, было нереально. А все, что можно и нужно было сделать в существующих условиях, мы сделали. Продолжая тему операции, можно, конечно, вспомнить, например, высказывание многих политиков, что якобы Кнессет был полностью лишен возможности контролировать ход этой операции, что военные действия велись исключительно благодаря действиям премьер-министра и министра обороны. Вы, как спикер Кнессета, тоже ощущали, что вам чего-то не хватает? Например, комиссии Кнессета по иностранным делам обороны не сообщали конкретных подробностей операции? Или же не так, как это кажется? Как всегда, правда посередине. Не скрою от вас, что у меня во время операции было несколько тяжелых разговоров, в том числе и с министром обороны, и с военным командованием, по поводу именно того, что, мне кажется, что некоторые люди не до конца понимали, что армия обороны Израиля действует, потому что Кнессет дает ей возможность действовать. Кнессет — это представитель народа, и того или иного депутата можно любить или не любить. Но Кнессет — это, собственно, то, что между выборами представляет весь израильский народ. Юрий, а вы разделяете мнение некоторых министров, что политика очень сильно вмешивалась в военную операцию? — Я принадлежу к такому, может, уже странному клану политиков, который считает, что есть определенные времена, когда стоит прекратить раздавать интервью направо и налево. Должен вам сказать, что я за время всей военной операции не делал ни одного интервью, средства массовой информации. И был бы, скажем так, тоже не вдаваясь в фамилии и должности, был бы очень рад, если бы мои коллеги, особенно те, кто заседают в Кабинете по безопасности, усказывали все, что им есть сказать на Кабинете, а не в средствах массовой информации или не в своем Фейсбуке. — Многие министры, кстати, могут поспорить с этим. Сразу после праздников, уже буквально через несколько недель, Кнессет вернется на зимнюю сессию. Есть такие, которые полагают, что это будет последняя сессия Кнессета, и страна пойдет на досрочные выборы. Вы тоже это чувствуете? — У меня нет такого ощущения. В израильской политике трудно что-то знать заранее. Если я на основе своего уже довольно долгого опыта анализирую политическую ситуацию, я не вижу причин, по которым это должна быть последняя сессия Кнессета. То, что перед утверждением бюджета идет позиционная борьба, как это называют в спорте или в шахматах, об этом нет ничего нового. Я не видел еще ни одного бюджета, который бы утверждался без того, чтобы различные коалиционные партнеры угрожали выходом из коалиции или требовали увольнения министров финансов или что-нибудь в этом роде. Поэтому я думаю, что после того, как бюджет будет утвержден, Кнессета начнет заниматься своими обычными делами, важными делами. И я думаю, меньше будет вопросов о том, а состоятся ли выборы завтра. — То есть идет такая, как вы говорите, позиционная игра. Вопрос, кто выиграет в результате этой позиционной игры. — Опять же, я извиняюсь, что уже говорю, как вы знаете, такой человек, который разговаривает в стиле «я уже это все повидал», «я уже это все видел», я не хочу звучать цинично. Я вполне верю, что министр финансов очень верит в свой план. Я вполне верю, что глава правительства понимает, что этот план дорогостоящий и совсем не факт, что он будет успешный. И поэтому такими фразами они обмениваются. И поэтому вполне понятно, почему возникает такой резкий диалог. Но сказать вам, что настолько одна из сторон здесь потеряет голову, что пойдут на выборы, мне пока это трудно видеться.